Здравствуйте, как всегда, по пятницам в это время в доле Стуты Ларсен уникальные, гениальные, замечательные женщины. Это программа о женщинах в бизнесе, о доле женщины в бизнесе. И сегодня у нас в гостях финансовый эксперт, писатель, генеральный директор консалтинговой компании, персональный советник Наталья Смирнова. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Столько у вас вообще ипостасей. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет консалтинговая компания «Персональный советник». Вы учите людей, как правильно тратить деньги? Вы знаете, я учу людей, как правильно ими в принципе распоряжаться, потому что с деньгами, знаете, можно много чего делать. Их можно тратить, их можно копить, их можно куда-то вкладывать. Их можно вкладывать бездумно, можно вкладывать с умом. Их можно одновременно тратить, а можно что-то накапливать, что-то тратить. Можно это как-то грамотно совмещать. То есть деньги – это ресурс, я просто учу грамотно им распоряжаться. Сколько у вас в штате народу и сколько, ну так вот на вскидку, я не знаю, в месяц или в год через вас проходит клиентов? Я думала спросить денег. Ну нет, это неприличный вопрос. Ну на самом деле, смотрите, буквально сегодня тоже звонили по поводу комментариев, что у нас сейчас повышается, скажем так, сумма официальной зарплаты, с которой будут отчисляться 30% страховой взноса во всякие внебюджетные фонды. Поэтому вопрос, сколько людей в штате, это вопрос, скажем так, такой относительный. У меня очень много помощников, которые мне помогают, но они являются ИП. Ну то есть в принципе у вас большая компания в любом случае. Я могу сказать так, если не брать вот маркетинг, бухгалтерию, вот весь этот бэк-офис, где человек 5, иногда бывает до 10 под какие-то задачи, да, то вместе со мной помощников 10-15. То есть я плюс вот эта цифра, потому что людей много, запросов много, естественно, была бы я одна, но, в общем-то, вы бы, наверное, перед собой сейчас видели труп, а не как нежилого человека. Ну а как вообще вот происходит процесс общения с клиентом? Ведь, наверное, ну человеку, у которого там не особо много денег, да, который живет от зарплаты до зарплаты, он и, наверное, и до вас не дойдет. А человеку, у которого уже много денег, он уже, ну, имеет некий опыт с ними общения и тоже как бы, ну, непонятно, зачем ему еще у кого-то учиться. Или вот люди, на самом деле, с небольшим достатком тоже приходят и спрашивают, помогите найти возможности зарабатывать больше. Вы знаете, отвечая еще на предыдущий вопрос, сколько людей проходит, ну вот у нас сейчас постоянно клиентская база где-то 250 человек. В месяц приходит от 3 до там где-то 7, иногда бывает 10 в топовые какие-то периоды, приходят разные люди. В основном, ну, если, грубо говоря, разделить людей, кто приходит, то это две большие категории. Первая, как-то ни странно, это те, у кого много денег. Почему? Потому что ими нужно правильно распоряжаться с точки зрения, куда вложить, и не только в России. Второе, грамотное налогообложение, и не только в России. Третье, грамотное наследование, и не только в России. Третье, и дальше грамотный выход из одних активов в другие, например, из бизнеса, в какие-то инструменты, которыми не нужно будет так уделять внимание, как бизнесу. И это четвертое. То есть в данном случае, если человек очень богат, как это ни странно, но ему такие услуги как раз очень сильно нужны. Интересно. То есть если он очень богат, он в итоге не совсем понимает, что со всем этим добром делать. Он не может управлять, да. То есть, грубо говоря, чем, ну вот пример, чем крупнее страна, тем тяжелее ей управлять, потому что ресурсов много, людей много. И нужно как-то выработать систему стройную, чтобы она работала. Вот с деньгами то же самое. Но есть и люди средние классы, которого, как говорится, у нас вроде бы нет, но ко мне не приходят. Или чуть выше среднего, у которых, да, что-то остается ежемесячно. Да, возможно, есть какие-то накопления, но это не миллиардеры, естественно. Но у них есть все-таки цели, которым, в принципе, если грамотно все спланировать, можно вполне разумно прийти в разумные сроки. Ну, а я знаю, что вы в ближайшее время будете вести телевизионную передачу, посвященную планированию семейного бюджета. А это тоже такая целая наука, в которой, ну, может человек-консультант помочь семье с любым достатком, с любым доходом, как-то вот все-таки этот доход максимально эффективно использовать? На самом деле, да, у нас уже был один пробный выпуск, и мне очень понравилось, что на нем очень четко видно, что у нас очень часто люди не видят, что деньги их на самом деле окружают. У меня был случай вот из практики, да, есть семейная пара, он, она, и они приходят за консультацией на тему, что кошмар, у нас нет денег, нам ни на что не хватает, у нас еще кредит, в общем, все. Ну, короче, остается только накрыться белой простыней и ползти в сторону кладбища, все. Других вариантов просто нет. И то там землички тоже не на что прикупить уже. Уже, да, и там даже похороны сейчас дорого стоят. Ну, так вот. И получается, что все, вроде бы абсолютно безвыходная ситуация. Я задаю несколько наводящих вопросов. Первое, я вижу, что пришла она, он и двое детей. Один, ну, где-то года три, я так плохо ориентируюсь, а второй совсем маленький, там, в коляске. В данном случае я спрашиваю, сколько лет первому, второму? Столько-то. Окей, у вас уже есть материнский капитал, это более 400 тысяч. Вы его можете потратить на досрочное погашение ипотеки, сделав несложный расчет, говорю, вот это позволит вам прям вот завтра получить лишние 5 тысяч в месяц. Вот просто ни на чем. Это первое. Второй момент. Вы, например, тратите на разные вещи. Вот скажите, пожалуйста, на что вы тратите? Ну, вот у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это, и еще есть две кредитки. Отлично. Какие? В каких банках? Я знаю эти банки, там в данном случае было где-то около 40 годовых, это космический процент. Вот. Я говорю, если мы сейчас возьмем один длинный потребительский кредит, ну, хотя бы под 18, закроем вот эти две кредитки, я уже вам могу 10 тысяч высвободить. В месяц? В месяц. Плюс? Плюс. Просто не делая ничего, в принципе, особо. Просто, ну, взять кредит, то есть, грубо говоря, потратить некоторое время, чтобы это оформить, закрыть эти две карточки, больше в них вообще не залезать и даже не думать в этом направлении. И вот вам материнский капитал плюс 5, и вот вам 10 тысяч потреб кредита. 15 тысяч в месяц. 15 тысяч в месяц – это хорошие деньги. И в данном случае они совершенно спокойно решали проблему как минимум ежегодного отпуска, на котором хронически не хватало, и который их вогнал в эту ситуацию, потому что они под этот отпуск брали эти две самые золотые кредитки. Удивительно. С ума сойти. Ну, ведь у нас действительно в стране тотальная финансовая неграмотность, и у нас вообще неприлично говорить о деньгах, спрашивать, сколько вы зарабатываете там, планировать вообще какие бы то ни было бюджеты. И я это даже по себе могу сказать, что как только я завожу какую-то, скачиваю программку в свой айфон, там, семейный бюджет, какие-нибудь смарт-мани, пытаюсь с этим совсем как-то иметь дело, я начинаю тратить деньги еще больше, и у меня их остается еще меньше. Когда я за них, о них не беспокоюсь и за ними не слежу, они как-то приходят и уходят. Вот у меня есть такое все время некоторое ощущение такой легкой панечки, что же будет, но оно как-то все решается. Как только я начинаю пытаться с ними иметь дело, вот, но такое официальное, все, и так большинство россиян. Наверное, у вас здесь такая миссия не просто помочь какому-то отдельно взятому чьему-то бюджету, да, а приходится работать с общественным сознанием или нет? На самом деле приходится работать, скажем так, финансистом слэш-психологом. Да, потому что все ваши консультации, участие в разнообразных телерадиопередачах, в прессе, ваши книги, да, это же наверняка вот как раз рассчитано на то, чтобы человек в России понял, что с деньгами можно что-то еще делать. Ну, на самом деле, да, недалее как буквально пару недель назад я была в Таганроге, читала семинар на тему персонального финансового планирования, бесплатный. И в данном случае я его всегда, этот семинар, начинаю с ситуации, что у нас действительно люди, которые считают, что нужно грамотно управлять своими финансами, первое, что они делают, начинают их считать. У меня был случай, когда ко мне приходит потенциальный клиент и приносит с собой кипу, вот честно, без преувеличения, ну вот представьте себе любой из стомиков Войны и Мира, из четырех. Да. Вот что-то толстенькое. Вот А4, вот такой толщины, стопочку. Это что? Исписанная с обеих сторон каждый листик, таймзом с седьмым или восьмым, без отступов, справа, слева, сбоку, снизу, вообще нигде. Я начинаю смотреть, и там написано там, растишка, там-то, там-то столько-то, огурцы, там-то, там-то, там-то. Кошмар. То есть он фиксирует все свои покупки. Абсолютно все. И тут же начинает извиняться и говорит, извините, я у нас сейчас просто оврал, я бухгалтер, остальное, остальное я донесу в течение пару недель. Остальные 10 килограмм в тимадане. Так в том-то и дело, что оказалось, вот эта кипа, это всего две недели, а этим он занимается уже пять лет. А зачем? Так вот хороший вопрос. Я задаю ему вопрос. Скажите, вы детально учитываете все вплоть до, не знаю, растишки? Вам это помогло в месяц откладывать больше? Вы каких-то целей уже достигли? Вы поняли, где у вас брешь? Ответ потрясающий. Да вы что, я не успеваю анализировать, я еле успеваю заносить. Понимаете, вопрос в акцентах. Надо не учитывать прям вот совсем все, а в принципе, чтобы иметь понимание, где есть так называемый косяк, достаточные доходы и расходы учитывать всего там базово по трем статьям. Например, вот доходы от текущей деятельности, то есть пока вы в состоянии работать, вот у вас там что-то будет. Зарплата, бонусы, если повезет. Второй момент, доходы от активов. Это вот доходы, которые вы получаете, даже если не будете работать от вашего имущества, от накоплений, не знаю, сдачи квартиры в аренду, проценты по вкладам, дивиденды по акциям, ну и так далее. И третье, доходы, которые платят вам наше государство. Это пенсия, пособия студенческие. Это же матерический капитал. Кстати, да. И расходы то же самое. Сколько вы тратите на жизнь, на активы и нашему государству сколько отдаете. И сопоставив доходы и расходы, вы можете понять, где у вас брешь. У вас, вы сами на себя много тратите, хотя зарабатываете меньше, да. Или у вас активы, вы владеете много чем, но это вам ничего не приносит. Или вы государству слишком много платите, но почему-то вы от него ничего не получаете. И имеет смысл более детально посмотреть, на какие льготы вы имеете право претендовать. Заметьте, Растишку я здесь еще ни разу не упомянула. Друзья, как это интересно. И, наверное, мне кажется, сегодня у нас будет самый практически полезный эфир за всю историю нашей передачи. Поскольку я лично живо переживаю и участвую в том, о чем мы сегодня говорим. И сама являюсь крайне неграмотным финансовым человеком. У нас в гостях Наталья Смирнова, финансовый эксперт. Мы вернемся после новостей. Это программа «Вдолин». На финаме, как обычно, по пятницам с нами удивительные женщины в бизнесе. И сегодня у нас в студии Наталья Смирнова, финансовый эксперт, писатель, генеральный директор консалтинговой компании «Персональный советник». И мы говорим о том, что россияне у нас, товарищи, весьма и весьма, как правило, финансово неграмотные. И даже многие люди, вот вроде меня, даже боятся в эти дебри погружаться. Потому что кажется, что если ты начнешь за своими финансами наблюдать, то они от тебя и убегут. То ты обязательно поймешь, как у тебя все плохо. Вот же так вот на бумаге это увидишь. И совсем прям радость жизни уйдет. Но ведь вы с детства играли в эти финансовые игры, правильно? Вас папа как-то всподвиг. Ну это было где-то, как-то меня очень часто спрашивают, а как вот вы к этому пришли? Как вообще женщине могут быть интересны финансы? Деньги вообще кошмар. Это началось где-то лет в 5-6, скорее в 5. Ситуация была примерно следующая. Ну, я единственный ребенок в семье, естественно, любимый. И родители мне на 8 марта, на Новый год, на день рождения дарили какие-то подарки. У меня возникла проблема. Мне дарят, а я нет. Ну, взамен я же ничего не дарю. У меня был вопрос, соответственно, какие есть варианты. Вариант первый, что-то делать своими руками. Сказать честно, руки у меня растут из известного места. То есть я могу сделать, но никто не поймет, что это, куда это дети. А потом это же расходники тоже. Тебе как минимум нужна какая-нибудь цветная бумага. Ну хоть что-то. А это опять деньги. Краски и прочее, да. И, соответственно, либо своими руками дешево, но это не мой случай, либо купить готовое. Но купить, значит, нужны деньги. Я подхожу к папе. Пап, откуда ты берешь деньги? Я работаю. Я тоже хочу. Что мне нужно, чтобы пойти работать? Вырасти. Ну, то есть сразу мимо кассы. В 6 лет вырасти быстренько, сразу до того возраста, который нужно, не получается. Я спрашиваю, а какие другие варианты, на что папа говорит? Ну, а зачем тебе деньги? Давай я тебе просто так дам. Неинтересно. Ну, просто так это как? Это за что? А я бы согласилась. Думаешь, что-то как-то странно. А что взамен ты попросишь? Ну, чтобы ты там, говорит, не знаю, потом решу. То есть это риски. То есть сейчас дадут, а что и как дальше делать? Я же не знаю, что папа попросит. А у меня человек военный. То есть там в данном случае может быть что угодно. Риск. Не могу взять деньги под странное обеспечение, которого я не знаю. Уже в 5 лет вы это понимаете. Ну, я сейчас, да, естественно, таким языком говорю, но тогда это как-то странно. Ну, я пошла в школу, мне отправили, мне только 6 исполнился, и меня отправили в школу. Давали деньги на завтраки. Денежный поток, поступление денег. То есть можно тратить меньше, чуть-чуть оставлять. И в данном случае вот он, небольшой денежный поток. Вопрос, сколько оставлять? Я примерно прикинул, сколько денег мне нужно, чтобы купить маме буквально шампунь, папе крем для бритья. И примерно поняла, сколько в месяц нужно откладывать. Естественно, тогда о депозитах я не знала. Ну, и оно как-то пошло. Потом поняла, что могу откладывать больше. Начали накапливаться деньги. Возникла проблема, куда их деть. Подождите, а вот когда вы принесли своим родителям первые купленные на собственные вот эти вот сэкономленные деньги подарки, как они отреагировали? Мама сказала, ой, спасибо, она у меня, ну, что вы понимали, блондинка с голубыми глазами. Там всё нормально. То есть она не задумалась о том, что это как-то странновато, что ребёнок в 5 лет сам купил ей подарок. Нет, там, ой, как мило. На неизвестно, откуда взявшиеся деньги. А папа? Где деньги взяла? Ну, это нормально. Я говорю, пап, это моё дело. Окей, хорошо. Меня воспитывали, что если ты достаточно взрослая, значит, наверное, я, ну, конечно, в 6 лет явно, что я не буду заниматься чем-то явно противоправным, поэтому, ну, конечно, он понимал, что сэкономила. Потом у меня была проблема. Денег стало слишком много. Да. Их нашёл папа. Они у меня были в коробке под кроватью. Он спросил, что это. Я говорю, накопление. Он говорит, слушай, а что ж так много? Ну, в общем, скопилось, не твоё дело, в общем, смысл примерно такой. Ты мне лучше подскажи, а что же они лежат? То есть я, сейчас они мне нужны, может, их как-то вот иным образом? Может, они тебе нужны? Папа, ну, может, и нужны. Я говорю, а может, я тебе их дам, а ты им потом дашь, но больше. Ну, потому что я тебе даю сейчас, а ты мне вернёшь потом. Я же ими не пользуюсь, значит, мне нужно заплатить. Я же тебе деньги даю, правильно? Логично. Мы заключили с ним рамочный договор. С папой? Да. В семь лет? Да. Что он мне вернёт столько-то через столько-то, ну, через месяц. Это был первый вариант банковского вклада. А какие суммы вообще там присутствовали? Ну, маленькие. Сейчас это понятно, что это были ещё там... Старые советские деньги. Да. И поэтому там сложно перевести. Ну, пять, может быть, десять тысяч рублей. То есть не очень большие суммы, но всё равно. Это был первый, там, второй класс. Потом папа, он у меня военный, но занимался, занимается военным экспортом. То есть он мог приносить часть денег в рублях, а часть в валюте. И я увидела, что он принёс странные бумажки. Зелёненькие. Да. И было две пачки. Одна рублёвая, вторая зелёная. Маленькая, очень маленькая, очень тоненькая пачечка. Я спрашиваю, а почему так мало? И он мне сказал, они одинаковые. То есть вот эта пачка рублей, вот эта тоненькая пачка зелёных... Это то, и они одинаковые. Я так узнала про курсы валют, почему рубль такой дешёвый. И после этого принесла свою коробку к папе и сказала, ты мне на зелёный поменяй. Честно. Он мне вывешивал каждый день на кухонной стене курс, по которому утром, перед тем, как уходил ран утром на работу, поскольку можно поменять сегодня. А вечером, поскольку он будет готов поменять завтра. У меня был вечер, чтобы принять решение, когда поменять. И вам интересно было в это играть? Я его ждала вообще капец, как вечером. Отрицающе. Слушайте, это жена... Но всё-таки это что-то врождённое же, это какой-то дар. Потому что буквально недавно у меня был разговор с моей дочерью, правда, ей три года, когда она меня спросила, мама, куда ты уезжаешь с дачи, почему ты меня оставляешь одну и сказала, я еду работать, зарабатывать денежки. Она сказала, зачем тебе их зарабатывать, ты кнопочку нажимай, они сами полезут. Из банкомата. То есть я, видимо, какой-то дурной пример ребёнку подаю в плане отношения с финансами. Но, в общем, получается, что путь ваш был предопределён уже какими-то склонностями и поддержкой родителей с самого начала. Ну, в общем-то, да. Потому что у меня мама юрист, папа военный, они меня видели юристом, но, увидев обмены, папа сказал, что... Предприимчивость ваша. Оля, это моя мама. В общем, наверное, мы немного ошиблись, это явно не юрист. Когда меня, скажем так, застукали в кладовке, когда я меняла деньги, я знала, что... Сама с собой. Да, там мне нужно было переложиться, там я там хранила. Он, папа, меня там застукал, он говорит, всё понятно. То есть это не юрист. Когда человек так воодушевлённо всё это считает, перекладывает на кучки, раскладывает, что куда... Но кайф был именно в том, чтобы как-то вот их копить и распределять, но не в том, чтобы просаживать их на какие-то милые радости, на весь мир и пару коньков в придачу. Нет, у меня было, знаете, где-то, начиная, наверное, класса с пятого, у меня была высшая цель накопить на своё дело. Вот это да. А каким вы видели своё дело в пятом классе? Что это могло быть? Пекарня? Ну, в данном случае, скажем так, я видел, что папа и мама, они постоянно ходят на работу, приходят уставшими, и я спрашивала у них, а можно как-то иначе? То есть вы не хотели работать на дядю? Абсолютно. А можно иначе? Вот прийти в 11. А что мне папа сказал? Ну, меня начальник уволит. И я спрашиваю, можно без начальника? Он говорит, ты должна тогда быть сама себе начальником, то есть это должно быть что-то своё. Но тогда это был переходный период, по сути, СССР, это было достаточно тяжело сделать. Но я подумала, что раз он такое сказал, в принципе, это возможно. И мне хотелось вот что-то своё. В пятом классе мне было не очень понятно, что это может быть, но объективно. Про личные финансы я, конечно, мало думала. Но где-то примерно к девятому мне было понятно, что мне хотелось бы что-то связанное с расчётами, но обязательно с людьми, потому что крупные компании, я потом работал в крупных компаниях, это всё-таки я не очень вижу результат своей деятельности. Пока там согласуешь своё решение, уже оно потеряет актуальность. Бюрократия, гендиректор, главбух, финдиры и прочие разные. А так сразу семья, сразу видно достижение их цели, вот они квартиру при тебе купили, вот машину, вот ребёнок родился, а вот у него есть деньги, чтобы его в детский сад отправить. Это всё благодаря тебе. Какое вы получили образование в результате? Это хороший вопрос. Мы сидели тогда с родителями, они меня спрашивают, ну куда? Я говорю, явно что финансы. Куда именно? А у меня чисто математический склад ума, то есть я могу в Excel часами ковыряться, потому что всякие формулы рассчитывать, если то, иначе и так далее. И мы решили, что мне нужно пойти на технаря, но потом переключиться на экономфак, чтобы было такое техническое экономическое образование. Я пошла в технический вуз Московского института техники и электроники и автоматики. Там как раз вычленялся ближе к второму-третьему курсу экономфак финансы и кредиты. У меня получилось, что у меня сильная матподготовка, то есть там эконометрика, комбинаторика, вышка и прочее разное. Но потом это всё применялось в финансах, и мне было достаточно легко всё это сделать. И вам это правда было интересно? Безумно, реально. Для меня просто поразительно, что это всё, в принципе, жизнеспособно, что ли, что все эти страшные научные названия, которые вы сейчас сказали, они реально все применимы к жизни. То есть это не какая-то отвлечённая академическая наука, математика высших сфер. Пусть это так круто звучит, но в итоге человек, который вышел из этого вуза с вашими способностями, взял эту инструментальную систему и начал с ней работать. Ну, в общем, да. Но вы пошли всё-таки работать сначала на дядю. Да. Было это тоже на уровне такого предпринимательского соглашения. Да. Потому что, ну я скажу честно, как было, да, где-то второй-третий курс, я поняла, что мне безумно скучно на сессиях, потому что почти всё было автоматом, я красный дипломник, и мне в этом смысле было интересно, а можно ли на этом заработать. Если всё равно всё автоматом, я просиживаю в сессиях штаны, реально, я не знаю, куда себя деть. Все ходят, а я не хожу. Может, на этом можно заработать. Я создала несколько Excel-моделек, благодаря которым, если ко мне приходили мои однокашники и давали мне числовой ряд, то есть, грубо говоря, задание, я его вбивала в эту модель, и оттуда можно было распечатать, условно говоря, готовую курсовую. Ничего себе. За это я брала тысячу рублей. Ко мне каждый приходил, и за сессию я могла заработать 20 тысяч, 25, вообще легко, не напрягаясь. К пятому курсу меня, видимо, вскрыл мой препод по высшей математике и сказал, так, ну-ка, поди сюда. Не туда, девушка, таланты свои прикладываешь. Ну, он сказал, с одной стороны, что я знаю, что это ты, и сказал, ну, на самом деле, это не совсем правильно, но, послушай-ка, дай-ка мне ту модель, я ее буду использовать, ну, на всех остальных последующих выпусках. Что было дальше, мы расскажем о после новостей на Финаме. Оставайтесь с нами вдоль. Это программа вдоль из Тутты Ларсин. У нас удивительно интересный разговор с нашей героиней Натальей Смирновой. Она финансовый эксперт, писатель, генеральный директор консалтинговой компании «Персональный советник». Мы остановились за новостей, на том, как вы создали уникальную систему написания курсовых для своих однокашников, и вас раскусил преподаватель. Да, и, в общем, он мне сказал, дай мне свою модель, потому что, ну, я буду ее официально использовать, но тогда, чтобы она была бесплатной. Ну, думаю, все, ладно, все равно заканчиваю вуз, но надо заработать напоследок. И я говорю, я дам. Продам вам. Но вы взамен мне дадите работу и рекомендацию, чтобы я пошла не в Макдональдс работать, не на разносе, там, не знаю, печенек, да, а я хочу работать в финансовых моделях, а хочу моделировать что-то, считать и прочее. Мне сейчас интересны были темы, связанные с бизнес-анализом, то есть расчет бизнес-процессов, моделирование и прочее. Вот дадите мне такую работу и рекомендации, я вам отдам модель. Он сказал, хорошо, через две недели было собеседование, и меня рекомендовали в авиакомпанию Слайн, бизнес-аналитикам, для расчета бизнес-процессов, их моделирования, расчета стоимости. Я получила зарплату 500 долларов, взамен я отдала модель. То есть в данном случае получилась хорошая сделка. Мои коллеги работали тогда в основном менеджеры по продаже сотовых телефонов или там ресторан, бармен и прочее. А у меня... Вообще не по профилю. Вообще ничего общего. Это были 90-е, правильно? Конец 90-х, да. И все. Прямо в кризис. Да. То есть в данном случае, когда люди выпускались и не знали, куда идти, у меня было место только благодаря той самой Excel-ке. А как так случилось? То есть в какой момент вы поняли, что уже пора начинать собственное дело, на которое копилось с 55-го класса силы и время, там, не знаю, деньги? Это получилось примерно во второй кризис 2008-го. Да. Чтобы это все именно официально оформить. Скажем так, это пришло с осознанием того, что я, наверное, знаю лучше, чем мой начальник, что и как надо делать на фондовом рынке. Я уже тогда работала на фондовом рынке. И я понимала, что сейчас реально идет кризис. И если грамотно спозиционироваться, то можно получить богатую клиентскую базу. Все, кто будет обращаться на тему, что делать, когда посыпались инвестиции, что делать, если нечем платить за кредит, что делать, если понятно, что взял кредит в долларах, а доллар пошел до 36 рублей. И я зарегистрировал свою компанию в августе 2008-го, аккурат за месяц перед этим самым обвалом. И мне тогда мой начальник и владелец компании одной фондовой сказал, слушай, ну ты фигню какую-то делаешь. Не до того совсем. Вообще не до этого. И то, чем ты занимаешься, ты никогда не будешь пользоваться спросом. Надо просто продавать вот эти-эти-эти продукты и не думать в принципе ни о чем. У тебя есть селс-план, делай. Зачем думать о людях? И люди за эту консультацию тебе никогда ничего не заплатят. И уж тем более никогда не скажут, какие у них есть цели, задачи, доходы, расходы и прочее. Это все не пойдет. Это меня мотивировало это сделать тем более. И это сделала. В сентябре эта компания, где я была, она начала терпеть убытки и была через полгода закрыта. А в 2009 году мои коллеги были на улице. И пришли к вам за консультацией? Пришли ко мне на работу. Работать? Да, не работу. Потому что у меня бизнес был, ну я не могу сказать, что там 300 тысяч в месяц, но у меня был стабильный нормальный доход за счет именно консультации. И люди готовы были платить. А вот то, о чем они говорили, что у тебя никогда это не получится, они это говорили потому, что у нас какой-то особый менталитет. И опять же, вот мы возвращаемся к подходу русского человека к финансам, что не принято там делиться, высказывать свои цели, озвучивать свои доходы. Или просто они не верили в это направление и все. Они это сделали по двум причинам, как мне потом. Мы потом с этим товарищем встретились, и именно он пригласил меня внедрять этот подход сейчас у него в его компании. И заплатил хорошие деньги. Получилось так. С одной стороны, он не верил, что люди готовы будут мыслить настолько стратегически. А во-вторых, он не верил, будем говорить честно, в клиента ориентированный подход в продажах финансовых услуг. То есть, грубо говоря, он верил в то, что клиенту можно впарить, втюхать что угодно. И если ты будешь пытаться подобрать то, что ему реально подходит, ты никогда на этом не заработаешь и будешь, в общем-то, локти себе кусать, и ничего у тебя не будет, даже там на хлебе и воде будешь жить. То есть бизнес в сфере финансов не может быть с человеческим лицом. Ты должен, что называется, прогибать клиента, ему впаривать что-то, только тогда ты можешь жить. Ну, вы доказали обратное. Это за счет, опять же, каких-то ваших, не знаю, там, особых способностей математических? Или, может быть, потому что вы, как женщина в бизнесе, в бизнесе, ну, это доказывают мои гости в передаче в доле, не можете существовать без какого-то все равно такого личного отношения, без личного контакта, без вот этого самого человеческого лица? Ну, я бы сказала и то, и другое. Но на самом деле здесь вопрос, вы в дальнейшем, вот, собственно говоря, если говорить о себе, вот, в дальнейшем вы себя где, кем видите и так далее. Я себя вижу в этой сфере, она мне безумно нравится, я получаю удовольствие, когда мои клиенты достигают своих целей, и это, ну, реально кайф, на самом деле кайф. И второй момент, я все-таки предприниматель, и я нацелена на то, чтобы постепенно тратить все меньше, зарабатывать все больше. Это возможно только в одном случае. Если я буду постепенно нарабатывать клиентскую базу, отток будет минимальный или вообще его не будет, как и происходит. То есть клиенты остаются, они довольны обслуживанием, они платят на регулярной основе, становится все больше, те предыдущие по-прежнему платят, и на то, чтобы получать регулярный пассивный доход для бизнеса, я трачу все меньше и меньше год от года. Это возможно только если продавать то и рекомендовать то, что клиенту реально подходит. Если продавать всякий трэш, то можно прийти к тому, что вы будете каждый месяц тратить немеренный маркетинговый бюджет, чтобы привлечь новых, потому что все старые от вас уйдут. А продавать клиенту то, что ему подходит, можно только когда ты с клиентом находишься в непосредственном каком-то человеческом контакте. Да, когда ты видишь человека с его целями, с его ожиданиями, с его какими-то мечтами, возможно, некоторыми тонкостями психологическими, понятное дело, но ты видишь перед собой человека, а не кошелек, не знаю, какие-то денежные потоки или там что-то безликое, и уж тем более не свою будущую выручку. Ни в коем случае. А вам вообще с людьми пришлось учиться общаться? Или это как-то тоже от природы было заложено? Обычно считается, что если у человека такие выраженные математические способности, аналитические, то он не слишком коммуникабельный? На самом деле коммуникабельность, да, пришлось этому учиться, но учиться пришлось даже скорее не коммуникабельность, а другой теме. Мне очень тяжело было понять, как можно мыслить иначе. Что все такие тупые. То есть, господи, боже мой. То есть ко мне, например, приходит женщина и говорит, я получаю условно миллион в месяц. У меня сразу так миллион, примерно средний уровень дохода такой, значит, расходы примерно такие. То есть думаешь, что, наверное, сейчас придет и скажет, у меня капитал в размере 10 миллионов, вот я думаю, как его. И так далее. Оказывается, что капитал... Ей не хватает. 1 тысяча евро. 1 тысяча евро — это все накопления. Еще две кредитки, еще там что-то. И проблема в том, что она все тратит на стиль жизни. И мне было очень тяжело понять, а как так можно? То есть она живет реально здесь и сейчас, и завтра для нее не существует как класс. Вот с этим были проблемы. Но у меня был прекрасный пример. Мама. У меня мама может пойти в магазин за йогуртом, купить 4 сумки, и там его не будет. Это я. Я иду обязательно. Я точно знаю, что мне нужна там какая-нибудь одна маленькая вещь. В итоге я выношу 18 других больших. Ну, так обычно было. Но ты сразу вспоминаешь, что это, это, это ем. Ну вот, она меня называет мама, кроликом-занудой из одноименного фильма. Потому что я, когда хожу в магазин, у меня четко список, что мне нужно. Надо понимать, в моем понимании, нужно — это значит, этого нет дома. И без этого нельзя. То есть вода, хлеб, ну и так далее. Если мама идет в магазин, то у нее списка нету. И это называется «хочется, мы не пробовали, интересно» и прочее разное. Неужели такого не может быть, чтобы вы пришли в супермаркет и проходя, там, не знаю, мимо отдела посуды, вдруг увидели красивую чашку, которая вам не нужна, но вы ее купили просто потому, что она красивая? И тут вот начинается вопрос, что вот важнее, да, что более главной целью является. У меня есть мои личные финансовые цели, они там почти все уже достижимы. И остается последнее. Мне вот очень хочется, чтобы у меня мой пассивный доход, который у меня уже есть, я его получала где-то уже ближе к пенсии, и я очень хочу жить на Лазурном берегу, мне очень нравится, ну имею право. И в данном случае я уже накапливаю себе на то, чтобы купить там недвижимость. И вот когда я прихожу и вижу условно, там, какую-нибудь красивую шмотку, или какую-нибудь красивую посудину, или там какое-нибудь украшение, у меня перед глазами это и домик у моря через столько-то времени. Я понимаю, что сейчас это стоит 10, там, или 5 тысяч рублей, но сегодня 5, если они будут вложены грамотно через 10, мне дадут гораздо больше. Ну и так, надо же уже дожить эти 10 лет, скажу вам я, например. Неизвестно, что с тобой будет завтра, а сегодня ты себя порадуешь. Насчет, что будет завтра, как это, мне все время, я часто летаю, там, на семинары, на все, и меня очень часто спрашивают там соседи, а вы не боитесь летать? Я говорю, у меня страховка жизни, я летаю только регулярными рейсами, потому что, если что, то мои выгоды приобретателей получат 5 миллионов. Их, моих соседей это как-то не бодрит вообще. Даже, может быть, коробят. Я говорю, что я живу в других реалиях, то есть для меня не существует вот этого всего. То же самое, например, с финансовой целью. Я просто про себя знаю, что если я чего-то хочу, я однозначно этого добьюсь. И у меня там есть определенная недвижимость за границей, которая дает мне пассивный доход. Есть свой инвестиционный портфель, потому что я не могу быть сапожником без сапог. Когда приходят благополучные люди и мне говорят, я хочу быть еще благополучнее, они спрашивают, а что у вас есть, если скажу, у меня есть машина в кредит, и это все. Ну, какой я финансовый советник. То есть на себя вам удается тоже все эти механизмы распространять и применять в своей собственной жизни? Конечно. В первую очередь. Я должна быть у себя первым клиентом, если я что-то требую и говорю, что это работает, я должна это доказать. А как вам удается тогда бороться со всеми соблазнами общества потребления, в котором вы существуете? Ведь мы все просто находимся под серьезным прессингом психологическим. Купи, купи, купи. Это необходимо, это надо, это твое, ты должен и так далее. И даже мы, интеллигентные люди с высшим образованием, крайне редко можем устоять перед какими-то подобными соблазнами, перед всеми этими месседжами. Такое ощущение, что вы неуязвимы для этого всего. Нет, ну здесь сразу возникают вопросы, да, то есть у меня есть мои цели там. Это НИЦА, это пассивный доход для родителей, но он уже сейчас осуществим, то есть родители получают выплаты из тех инструментов, которых я им накопила на пенсию. Когда я копила им на пенсию, ну требовались очень серьезные инвестиции, там и 200, и 300, и 500 тысяч в год для того, чтобы им накопить то, что я считала им будет достаточно, хотя бы минимум, чтобы я была спокойна, что бы со мной ни случилось, они будут нормально обеспечены и, по крайней мере, по жизни будут иметь этот доход. И у меня возникал опять же вопрос. Вот я сейчас пойду на шопинг, потрачу 50 тысяч. Или я, ну я же могу без этого прожить спокойно, у меня есть в чем ходить, слава богу, или я эти 50 тысяч вложу сейчас, например, это пятый год, когда фондовый рынок как раз бурно рос, я заработаю 200 на этих 50, если получится, я потом оттуда вытащу деньги и себя вознагражу за то, что я сначала подумал о своих целях, а потом уже вот о каких-то краткосрочных удовольствиях. Поэтому я на удовольствие деньги трачу, но я трачу на них деньги не изымая из финансовых целей, а беру из бонуса. То есть если я смогла заработать больше, чем ожидала, я деньги оттуда изымаю и трачу на себя в качестве вознаграждения и бонуса. Это стимулирует меня и дальше работать на себя и цели моих клиентов еще эффективнее. А вам случалось встречаться с неисправимыми транжирами, чьи осознания и чьи финансовые неправильные привычки вам не удалось изменить? Была ситуация очень-очень близкая к тому, чтобы вот расстаться. Это была та вот самая женщина. С миллионом. Да, то есть я ей сказала, у меня был действительно коллапс, потому что я не знаю, что делать, я не психолог. Я обратилась к своим коллегам из Американской социации финансового планирования и серии «Ребят, вы с этим сталкивались? Вам 50, вам 60, ну и вероятно такое было». Они говорят, что мы пишем меморандум об расторжении всяких вариантов сотрудничества, потому что мы, грубо говоря, на разных волнах находимся. Но как вам удалось оставить ее на своей волне, этот секрет мы расскажем нашим слушателям после новостей. Друзья, это программа «Вдоле». У нас в студии Наталья Смирнова, финансовый эксперт, писатель, генеральный директор консалтинговой компании, персональный советник. И мы говорили о той самой клиентке, которая никак не поддавалась вообще перевоспитанию. Что вы с ней сделали? Как она в итоге все-таки пришла в себя и стала тратить свой миллион на разумные цели? А вы знаете, я общалась с коллегами, но в основном с мужчинами мне с ними общаться легче, потому что склад ума такой. Ну ничего не могу с этим поделать, такое было, знаете, по умолчанию при рождении. И я начала спрашивать знакомых мне женщин и девушек, что их мотивирует не тратить сейчас, а вот как-то отложить. И мне одна дама сказала, ты знаешь, я вот, когда открываю бумажник, у меня там много золотых кредиток, и у меня там фотография моего ребенка. Но фотография такой коллаж, что на ребенке вот такая шапочка, которую дают выпускникам, и он на фоне Гарварда. И вот я, это прямо перед золотой кредиткой. И я должна понимать, вот я этого хочу или нет. Вот. Это была гениальная идея. Я в результате начала думать, а что же для моей клиентки так важно, чтобы было мега-мега-мега-мега. Важнее, чем ее лайфстайл. Да. Оказалось, ну, в ходе общения я вспомнила, что у нее действительно есть дочка, и она в разводе, то есть муж ее в этом смысле не содержит. И она для дочки, она вот очень хотела, чтобы дочка пошла на балерину и вот училась и так далее. Я сделала коллажик, что она выступает в Большом театре. Все, мы решили проблему. Мы, и это первое было, и второй момент. Она попросила меня подобрать инструмент, который бы принудительно списывал деньги с ее карточки, чтобы усилить эффект. И я подобрала инструмент, который действительно позволял ежемесячно в определенную дату списывать обозначенную сумму в самый момент поступления вот этих денег. Оказалось, что она этого даже не замечала. Она меня вызвала через полгода, спросила, а все ли работает, а то я что-то как-то не замечаю. И сколько у нее там накопилось к тому времени за эти полгода? Мы вообще без проблем накопили 50 тысяч долларов. Ничего себе. Это так, для начала, потом она сказала, давайте увеличим. И получилась, знаете, такая интересная игра, почувствует она это или нет. Потом еще 50. И в этом смысле я поняла, что да, она приближается к своей цели, и для нее это не проблема. Слушайте, как интересно. Получается, что вам действительно приходится быть психологом, и, например, для клиентов женщин совершенно не важны математические, аналитические какие-то механизмы. Да, не воспринимают. Нужны эмоциональные рычаги воздействия. А как вы стали вообще писателем тогда? Ведь вы же, ну такой вот, опять же, человек с математическим таким складом, а книжку-то надо писать так, чтобы люди могли ее читать в любом. Это же не научная литература, не специальная литература. Литература, как я понимаю, это такой нон-фикшн, но все-таки, ну как, это популярная, правильно? Да, научно-популярная. Да, научно-популярная литература. Как вам удалось, вот, как-то, я не знаю, включить гуманитарные таланты в себе? На самом деле, у меня было еще в школе, то есть я могла писать сочинения, но я всегда писала на уровне математики, то есть дано, двоеточие, там, задача, двоеточие, доказать, что там, условно, Раскольников ее убил там ненамеренно, доказательства. И мне было интересно вот логику как-то выстроить и вычленить, и что-то такое интересное простроить, причем, чтобы это было убедительно. Поэтому у меня, мои книги, это в этом смысле, конечно, литература, но все равно она такая логическая. Меня попросили, мою первую книжку, написать издательство, то есть это была не моя инициатива, а издательство на меня вышло, потому что я очень часто писала статьи, и вот издательство Эксмо, или Эксмо, как правильно я, честно говоря, не помню, и предложили издать книжку из темы школы частного инвестора, описать про все финансовые инструменты, кратенько, плюсы-минусы, и какие-то рекомендации, как их подбирать. Ну это же прикольно, это нужно написать систему, то есть мне нужно написать четко плюсы-минусы инструменты, систему, как это делать. Это математика, просто в данном случае вместо формул у меня будут слова, ничего сложного. С таким вот, опять же, вы сами говорите, проще общаться с мужчинами, а с таким вот математическим подходом вам, как женщине в мире, легко существуется? Вот, я не знаю, общаться с мужчинами, там, строить отношения с людьми, с окружающими, там, я не знаю, с семью, в конце концов, там, и прочее, прочее, прочее. Вы позволяете себе вообще какие-то вот милые бабские безуминки, или приходится просто приучать всех к тому, что вот, ну, у вас другой склад? У меня был случай, там, но это было в прошлом, как один из, так скажем, бывших пассий. Нет, я прошу прощения, просто вот как молодой человек, который оказывается рядом с вами, как ему вообще к вам подойти, чтобы он не чувствовал себя, какой он тупой на вашем фоне? Ну, он должен быть умным, но только в своей сфере, потому что если он будет умным в моей сфере, это будет, как мне один коллега сказал, между нами никогда бы, наверное, ничего не могло быть, потому что мы бы в самый ответственный момент обсуждали бы опционные стратегии. Все, нам это просто дико интересно, и мы бы забыли про все остальное. Поэтому он должен быть, да, интересным, но в другой сфере. В данном случае как раз это и получается, то есть там, с тем, с кем я сейчас общаюсь, это человек абсолютно другого мира. Далекий от финансов, да? Ну, он понимает, что такое финансы, естественно, но в данном случае это IT такая составляющая, то есть в этом все хорошо и все замечательно. А про бывшего пассию вы хотели рассказать? А про бывшую пассию это вот как раз на тему, насколько легко воспринимают или нет. Большинство все равно смотрит, ну, девушка, значит, это а-ля блондинка, без разницы, что я брюнетка, но все равно блондинка, голубые глаза, шпильки. Ну да, подход, в принципе, у мужчины приблизительно. Одинаковый. Он представляет себе, как вести себя с девушкой, которая ему нравится, и тут он встречает вас. Вот такое, да. Пытается сначала понять, ну, наверное, это только на работе, так, а в жизни человек другой. А потом получается, что в жизни такой же. И я никогда не забуду, как мне один из там бывших пассий, он, романтик, пригласил Новый год встречать на венском балу. И я в вечернем платье, значит, венский бал, все замечательно. Приходим в отель, шампанское, просто классно, все замечательно. И в самый ответственный момент я подхожу к ноутбуку и говорю, слушай, ну, тогда ты пока здесь там располагайся, я пару моментов проверю почту. Мне сейчас еще пару клиентов нужно одну вещь проверить. Мне интересно, как вот сейчас это были январьские праздники, но Америка и прочие уже 3 января работали. Мне интересно, как сейчас Америка открылась. Поэтому я сейчас хожу, буквально через часок приду, ты пока здесь там приберись, а я буду. Розовые лепестки свои соберись с постели. То есть прибрался тут быстренько, пока я тут делами займусь. Человек реальный шок. То есть я никогда не забуду, когда он сказал, то есть ты реально такая. Поэтому да, со мной, наверное, непросто. Но с другой стороны, человек я в этом смысле достаточно надежный. То есть если я там даю какое-то слово, я его держу просто потому, что иначе это как-то нелогично. Но да, непросто. Ну вот такое уродилось, что же делать? Мне кажется, зато с вами должно быть очень комфортно работать мужчинам, которых большинство в вашей области финансовой. Хотя, с другой стороны, если вы встречаете женщину в своем поле, которая, все-таки у нее какой-то женский подход, вам с ней, ну, возможно найти общий язык? Да, безусловно. Конечно, у меня есть подруги, и они все как раз такие. И у нас замечательный тандем. Они мне позволяют на жизнь смотреть их колокольни, которую я, ну, объективно, без них бы никогда не увидела. А я им, ну, некая замена мужского взгляда, когда они не понимают, почему их муж так себя ведет. Или как здесь разумнее поступить. Когда, например, мне звонят в 2 часа ночи. А, кошмар, у меня все плохо. Так, конкретно, что плохо, почему, давай разбираться. Раз, два, три, четыре, пять. Через час человек с совершенно спокойной, просветленной головой имеет четкое решение. Вы, наверное, и паркуйтесь еще хорошо. Насчет парковки, кстати. Знаете, у меня нет машины, я не вожу. Но у меня есть гараж, и я его сдаю. Почему? Объясню. У меня получается, что я, например, когда к клиентам езжу, в основном клиенты предпочитают встречаться у них в офисах или где-то в кафе, где-то в центре. Потому что личные финансы – это очень личный вопрос. Хочется какой-то интимной обстановки. Ну да, когда приходишь к финконсультанту в офис, ощущение, что ты вот как на допросе у следователя. И они хотят либо у себя в кабинете на работе, когда им комфортно, это их территория, да, и про их деньги говорить у себя. Либо какая-то кафешка, где нейтральная территория. И они комфортно. Соответственно, я перемещаюсь по центру. Зачем мне машина? Когда я из одного места могу дойти реально пешком куда-то. У меня есть любимые места моих клиентов, и в этом смысле они друг от друга там 200-300 метров. До дома я житель подземелья, я житель метро, потому что я люблю читать какие-то новые книги из сферы бизнеса и финансов. А читать и одновременно вести я не могу. Я, к сожалению, не аудиал, я визуал, поэтому аудиокниги – это не моя история. То есть лайфстайл для вас, в принципе, совсем не важно? Абсолютно. Не важно, что должна быть такая ручка, такие часы, такая сумка, и как это в моем бизнесе без автомобиля? А ваши клиенты к этому как относятся? Сначала у меня был один… С подозрением. Вы знаете, я думал сначала, что в чем проблема. Потом мне несколько моих знакомых сказали, слушай, ну ты работаешь в финансах, ты должна носить костюм от условно, там, Шанель, ты должна обязательно быть на Порш, условно, опять же, да, и потому что это должно быть круто. Ну ты должна быть дорого одета, у тебя должен быть дорогой автомобиль, в России это просто вот как количество перьев у вождя индейцев обязательно. Ну, то есть как я, я мачо, в конце концов, условно, в женском обличье, и это нужно как-то доказать. Когда я общалась с моими клиентами, то есть целевой аудиторией, грубо, крупные клиенты, состоятельные, вы знаете, а у них нет этого. Когда вот мы с одним товарищем встречались, он мне позвонил по рекомендации 31 декабря утром, мы у него вовсе встречались в 7 утра. Я проклянула все, но я сейчас очень довольна, потому что это и интересный человек, и очень интересный клиент. И я пришла в джинсах и в футболке, я реально говорю, в футболке, на которой нарисована была марихуана, потому что мне так удобно, я была 31 декабря, все. Он, увидев меня, сказал, я вам доверю деньги, потому что вы больше времени уделяете анализу, но не собственному интерфейсу. Ничего себе. И я потом подумала, а остальные как? И вы знаете, с каждым новым, вот из этой же категории, я встречаюсь, что для них, когда человек достигает определенного уровня, для них в интерфейсе человека, ну, если он приятный в целом, то не нужно, чтобы там все было увешано лейблами. Что касается среднего класса и средне-высокого, то они очень чувствительны к цене, и в данном случае достаточно просто опрятного вида, но если я буду выглядеть очень дорого, они просто дороже за это физически не заплатят. Поэтому, внимание, вопрос, а зачем? Ну, я думаю, что как только они начинают с вами общаться, все вопросы про внешнее действительно отходят на второй план. Спасибо огромное, Наташ, за этот удивительный разговор, за то, что вы нашли время к нам сегодня прийти. Спасибо огромное, очень интересно было. С нами вдоль была Наталья Смирнова, финансовый эксперт, писатель, генеральный директор консалтинговой компании «Персональный советник». Хорошего дня.